В плане превью, могу ошибаться, но вроде у него такой ролик был, X-Jam Hakage, он стал новым на вот постах вот этих вот всех пиар-менеджеров и прочих вот этих, знаете ли, и это замечательно, это круто, это великолепно вообще, то есть новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Всем здравоствуйте. В любом новом видеоролике, посвященному Advanced Roleplay, я должен сказать вот эту вот, знаете, мантру, подобно мантре, которую произносят все GTA-самп-ютуберы, когда вот как-то упоминают меня, да, только в их случае они говорят, ой, давай не будем о нем говорить, он все равно, знаешь, опять ролик вот этот вот выпустит, там, как Андрюха Сукре говорил, там, Лайджокер или там другие, ну, в общем-то, все GTA-самп-ютуберы так говорили, проще сказать, кто так не говорил, наверное. Ну, ладно, не важно, абсолютно точно не важно. Так вот, у меня есть еще одна мантра о том, что у меня уже было много видеороликов по Advanced Roleplay, в которых я постоянно говорю, ну, примерно одно и то же, то есть примерно вот все то, что должно быть. Но при этом эти самые ролики, в которых я говорю одно и то же, просто немного разными словами, добавляя какие-то новые факты и все прочее, они набирают много просмотров. Ну, как много? Для меня, разумеется, много для меня, и как бы больше 200 просмотров, это уже дохуя, я считаю. Вот 201 просмотров это много, а вот 200, ну, это, ну, какое-то обычное, знаете ли, такое значение. Ну, как вы, наверное, уже поняли, мы тут собрались говорить не о просмотрах, хотя, конечно же, косвенно мы немного это затронем, хотя, возможно, в следующем видеоролике мы затронем это более глобально, более нормально и вообще разберемся со всем этим. Тем не менее, ладно. Не так давно X-Jam о Хакаске, по-моему, как-то так его зовут, я точно не знаю, потому что смотрел его ролик только, по-моему, в плане превью, могу ошибаться, но вроде у него такой ролик был, и все, и то есть больше я не знаю, чем он, блядь, знаменит, эти GTA-самп-ютуберы, они появляются, 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 но никто не знает, чем они, блядь, знамениты, ху ли они, епта, такого делают-то, блядь, что у них подписчиков так дохуя, я просто, я не ебу, блядь. У меня 3000, блядь, подписчиков, все знают, чем я знаменит, все, блядь, эти, блядь, откуда-то появляются, вылупляются-то, откуда же вы, блядь, беретесь, кто на вас подписывается-то, сука, вас вообще GTA-самп-ютуберы-то другие знают, но ладно, это не важно, это не важно. Так вот, X-Jam Hakage, он стал новым PR-менеджером на проекте Advance Roleplay, и понимаете ли, в чем дело, это замечательная новость, это вот путь к тому, чтобы Advance Roleplay наконец-то стал, ну, более-менее нормальным, потому что, как лично я считаю, на вот постах вот этих вот всех PR-менеджеров и прочих вот этих, знаете ли, высокопоставленных людей должны стоять GTA-самп-ютуберы, потому что они этот рыночек знают, они знают кто, как, за что, сколько получают, какие ролики люди снимают, какой ролик человек снял для того, чтобы там, знаете, чисто для галочки, чтобы ролик заснять и получить за него оплату, либо реально человек хотел снять видеоролик, вот, то есть самп-ютуберы все это чувствуют. Также самп-ютуберы, знаете ли, понятно относятся ко всем этим рефералкам, к промокодам, в общем, ко всей статистике, и типа, с ними куда проще наладить общий язык, а нежели с каким-то, знаете ли, админом Advance Roleplay, потому что до этого на посту PR-менеджера стоял администратор, там, блю, сервера какого-то такого, и вся проблема, вся вот эта вот, я не знаю, ошибка заключалась в том, что этот самый администратор, который еще и являлся по совместительству PR-менеджером, он как бы был заинтересован в том, чтобы ютуберы шли только на синий сервер, Advance Roleplay, только в этом он был заинтересован. Другие сервера просто пустовали, и, блядь, таким образом он, сука, убил Advance. А если еще сюда приплюсовать ролик фейзера, в котором, кстати, успешно достаточно сейчас GTA-сампьютеры, по крайней мере, можно сказать, чем он знаменит. Ну, во-первых, конфликтом с Advance Roleplay, а там дальше уже можно и разобраться потом, как бы, понятно. Его, по крайней мере, я знаю, его, я более чем уверен, знает большое количество GTA-сампьютеров. Меня-то вообще, как бы, знают все, но вот его тут еще можно, знаете, более-менее поспорить. Тем не менее, ладно. Проблема-то заключается в том, что вот, ну, да, вот так оно все, блядь, происходит, ну, да, вот так вот, это, это вообще, это пиздец, блядь, ебанутая хуйня. Эти ролики от фейзера, потом там, я не знаю, жалобы на то, что пиар-менеджер игнорит, пиар-менеджер там долго не выплачивает зарплату, делает какие-то прочие вещи, это пиздец. И в самом деле, это ненормальный. Пиар-менеджер нужно было вообще сменить давно. И вот сейчас, наконец-таки, когда пиар-менеджер сменился и пришел GTA-сампьютер, который, как бы, более-менее выкупает за все это, я надеюсь, что он за все это выкупает, и будет как-то более лоялен к GTA-сампьютерам. Почему вот на Arizona Roleplay такой большой онлайн, почему там такая успешная рекламная кампания, рекламная политика, все прочее? Просто потому, что SK Mason, Стас и все производные имена, которые там, я не знаю, можно придумать, наверное, потому что он сам ютубер, он сам, как бы, в этом, ну, что-то дошарит. Именно поэтому с ним сотрудничать достаточно легко, он постоянно общается с тобой, как знаете, с таким другом, такая, ну, неформальная, да, в общем-то, беседа происходит, и это круто. Я надеюсь, правильно сказал. И это замечательно, это круто, это великолепно вообще. То есть, и вот если XGEM, вот, все это соблюдешь, если там все будет нормально, если будет звать какую-то молодую кровь на Advanced Roleplay, то можно сказать, что Advanced Roleplay идет к чему-то более лучшему, более хорошему и так далее. Тем не менее, на одном PR-менеджере все это не заканчивается. Разумеется, со всего этого начинается. С рекламной кампании, с рекламной политики, с ютуберов, которые берут на проект. Это все понятно, это уже давно всем понятно. И знаете, в чем дело? Еще вот есть много же всяких проблем, связанных с самим Advanced, мод старый, обновлений мало. Если обновлений есть, то они на уровне какого-то там, я не знаю, вот, спа-центра, спа-салона. Да, ну это же пиздец вообще, ну кому это может, в самом деле, понравиться? То есть, у Advanced Roleplay много проблем, и я рад, что они решили хотя бы одну такую, знаете, рядовую проблему, с которой, как бы, ну, сталкивается, разумеется, любой GTA-сам проект. И главное ее вовремя решить, убрать какого-то долбоеба, который нихуя не понимает, и поставить другого долбоеба, который понимает немного больше. Вот тут тогда, да, тут тогда уже все происходит хорошо, нормально и замечательно. Ну, а на этом я могу сказать, что все, как бы, будем дальше следить за судьбой Advanced Roleplay. Скоро выйдет еще один ролик про Advanced Roleplay. Возможно, что уже завтра, или там, послезавтра, или еще когда-то он выйдет. Ставьте колокольчик, либо не ставьте колокольчик, если вам все это неинтересно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь от канала. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании. Там же в описании ссылочка на мой Телеграм-канал. И там же, вернее, не в Телеграме, а просто в описании, как бы, ну, промокод мой есть. NoToxic54, вот. Всем пока.